Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Уз Мэн сегодня... Ежедневные? Сегодня понедельник. Ну, почти что ежедневные. То где-то там поменьше ежедневных, где-то побольше ежедневных. Короче, какая разница вообще? Какие они, да? Главное, что они есть. И главное, что мы есть. И что на свете можно не только играть, но и петь. Если на ухо не наступил, тебе медведь. Короче, ребята, недавно так случилось, что мне понадобился Кападастик. Который когда-то я купил за 70 рублей, отдал его папе. Зашел на сайт Мусторга, они стоят сейчас по полторы тысячи. Я немножко охерел. Охерел, зашел на Алиэкспресс, увидел их по 80 рублей. Потом зашел на битсаунд.чего-то. Короче, здесь магазин, в котором мы купали 2 года назад гитару фактическую. Санкри, на бабушкино, а? На бабушкино от этого. Короче, от Триумфальной Арки. Немножко отъехать. И они там стоят по 260. Ну что ждать месяц Кападастра за 80 рублей, когда можно сейчас за 260. Такое же, один в один. Копия. Вы что там накручиваете? Вы что там накручиваете так много? Блин, ну даже ничего нету покушать вообще. Ну вы вроде не худенькие. Так-то. Смешной, смешной. Короче, мы приехали на бабушкино 183. И раньше магазин был вон там. Вон там была куплена гитара. Медиаторы. Карл Хаус. Это Хаус, Карл! Хаус, Карл! Вот, оказалось, короче, с другой стороны переход. Вот такой табачников. Кстати, сегодня табачников тут. 27 марта, да? Да. Так-то прикольно. Ну, если здесь, а может и не тут. Короче, идем. Идри, конечно, они взрывали классно. Какой на... Мне не расходится, если каждый по-своему думает. Вот. Я бы, конечно, сам хотел себе кастную гитару. Когда-нибудь, возможно. Вот. Какую бакет? Я готов. Вот так вот чудным абсолютно способом пришли за Каподастром. Оказалось, здесь Nobody One, табачников. Но мы не пойдем. Вот если вам вдруг будет видно. Ну, так. Что вы? Да, я, честно говоря, не любитель фоткаться с Хэмпера. Поэтому просто пойдемте. Просто будем смотреть канал. Во, во, я могу сфоткаться вот так. Короче, ребят, две задачи. Два зайца пойманы. Не убиты, но пойманы. Это Каподастр. Медиаторы закуплены. И вот так вот краем глазу увиден был табачников. Все, садимся в тачку. Едем навстречу к Виталию и Сереге. Они вернулись. Сейчас, подожди. О, нифига себе, из-под тачки выскочил. Ты чего, Ландов, ну? Тихо, тихо, все, не пугайтесь. Короче, нам только что... О, это, по дороге влетел камешек очередной. Да. Блин. Гадство. Все, ребзики, блин, взриснитесь с дороги. Сейчас, секунду. Привет. Давай я тебе с вами попозже. Мне запрещают, Серега, снимать. Че делать? Че делать, мне запрещают снимать. Инструкция срочная. Я не знаю, мы только что спали в торговом центре, бэй. Там сложно. Он спал, а я хранял, короче. Да он тоже спал. Не, не, я не спал. Да это вранье. Я не спал. Я, короче, уже такой, встаю, проснулся такой в торговом центре. Смотрю, и виталик... Адельте, короче. Залипал как таркоман? Он, да. А, я вот так, да, я так вот так делал. Да это капец, беда какая-то. Короче, надо решать, чё. Вы хавать хотите, может, вот... Не, мы так что покушаем? Мы хотим кофе, мы спали, чё-нибудь. Да, мы просто спали. Вообще, я мало чё понимаю, чё происходит. Виталин нам сначала байки часовые травил, жёсткие. А теперь заставляют играть камень, ножницы, бумага. Ну, окей. Давай. Один раз играем. Ну, как, давай сначала скажи, что ты будешь говорить? Камень, ножницы, бумага, раз, два, три или камень... Да, давайте камень, ножницы, бумага. Давайте, да? Да. Давай, заводи. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ну, чё ты... чё ты хотел добиться? Не, не, а чё мы играем. Да, ну так он выиграл уже. Ну, что? А кто проиграет? Камень, ножницы, бумага, раз-два-три. Раз-два-три. Эй, а чего раз-два-три? Читер! Давайте. Камень, ножницы, бумага, раз-два-три. Он всегда проигрывает. Он всегда. Хотел узнать, кто будет проигрывать. Он так расстроился? Нет, он потом будет рассказывать эту историю очень долго. Он уже пошел кому-то рассказывать. Готовься, он теперь будет ее по дороге в Сочи рассказывать. Слушай, прикинь, я не помню, ты помнишь или нет, но вот такая история была. Короче, в Краснодаре, да и вообще в целом сейчас по стране моды на камень, ножницы, бумаги, в разных кафе играть. Турнир был в одном, сначала в том, а сейчас турнир в другом. Под шкурой искусственного медведя? Я сейчас выиграю, я чемпион этой игры. Ты уверен? Да. Попробуй. Попробуй, да. Нет, сложно. Камень, ножницы, два, три. Еще. Камень, ножницы, бумаги, раз, два, три. Алис, борись, борись. Я сейчас должен сдаться. Ну конечно, ты сейчас так отмазываться будешь. Один раз, два, три. Опять. Второй раз уже. Да. Все. Профессионал этой игры, ребята, обращайтесь ко мне. А у тебя мастер-класс уже есть? Да. 8-912-26-46. Алис, ну расскажи так вкратце, что происходит вообще? Я с тремя детьми. Все. Это эффект. А блин, толстый. Круто! Супер! Весело! Ну и как, ребят? Ты нашел, что ты хотел сегодня? Все, пока. Ребят, до свидания. Движуха, все. А, кстати, бу! Ребята, мы до пяти здесь. Короче, самый сок вообще истории, что ребятам на поезд пять часов в Сочи. Они приперлись в Краснодар просто чуть ли не за сутки до своего поезда зачем-то. И теперь просто шарахаться. Мы встряли в эту историю. Вступили. Ты тогда Сочи можешь отрвануть? А давайте это... Еще куда-нибудь... Еще на чем-нибудь покатаемся. Давайте все вместе... Блин, заняли, черт. Ну, капец. А, это может наказывать... А она, кажется, ломается. Так вышло, короче, что тут подъезд открытый, мы хотим посмотреть на местность. Вернее, деревянная. Вернее? Да. Он еще дворик есть. Часи, стены. здесь шашлыки можно делать это центр города слышите, сейчас льду тут закроют я буду пытаться На самом деле давно ходили в какой-нибудь. Это первый подъезд, в котором мы были в Краснодаре. Да, причем сейчас покажем. Давай с другой стороны покажем, как дом будет. А, ну да, сейчас. Да, вот и так понятно. То есть линии балконы, а по бокам нету балкона. А где балконы? Вот. А, ну да, да, да. То есть чисто балкон, причем старенький. Кроватку сносили. Что тебе сказали? Нет, ничего, просто там кроватку какую-то сносили. Ну там да, там люди посидят, там не пройти наверх. Гоу, да, ну мы еще туда хотим, но туда не пускают. Все, ребят, попрощайтесь на камеру, я уберу камеру. Нет, все, достаточно было сказать пока. Ребята, вот такой вот каподастер был сегодня куплен на встрече с Табачниковым. Ну просто Табачников написал, говорит, приезжай. Тут, короче, осветишь немножко события. Шуткую, шуткую. И вот такие вот медиаторы. Медиаторы 0,73 и 0,5. 0,5 для акустики решил взять, чтобы немножко трещоточка такая была. Слышите, какая трещотка? А теперь 0,73. Ну, другой звук, другой. И давайте посмотрим, что же за каподастер. Ну реально, абсолютно такой же, по-моему, продавался. Вот он, вот он. И это практически эспандер для руки. Ну и так, нацепляем, нацепляем. О, ну нормально. Не надо делить время одно. На всех либо хватит не торопить. Оно и так однажды плетет. По шейтерме, по локоть, в крови. Я эту песню никогда не играл в последнее время. Никогда не играл в последнее время. Странно сказал. Ну короче, из-за того, что каподастера нету. Вот, а теперь он есть. И он клевый, что он цепляется сзади. То есть, видите, это торчит все сзади. Вообще, у меня был, конечно, тот еще меньше каподастера. Но его можно, кстати, снизу зацеплять. Вообще без разницы. Ну, снизу неудобно держать. Поэтому так удобней. А были еще каподастеры, которые вот так надо отсюда цеплять. Ну, мне кажется, это не круто. Алиска с утра начала делать ящичек. Ну, доделывать. Вот этот вот. Можно, да, покажу? Вот он. Этот, короче, ящик, он будет под кофе. Под кофе... Под кофе даже, не под кофейные штучки. Под кофе, да. Именно вот тут всяческие будут принадлежности. Он будет высокий. Это вот первая часть. Да. И еще две такие. Но он не очень высокий. Вот. Мне сейчас нужно будет их сколотить. Я, да, начала сегодня клеить. Вроде все приклеилось. Только чуть-чуть сдвинуло, естественно, все, короче, отвалилось. Вот. Ну, вот местами тут еще что-то склеено. Поэтому у меня есть гвоздики на такие случаи. Икеевский молоток. И у нас сегодня домашний кинотеатр. Мы через приложение, которое вот прям в телевизоре открыли фильм. Домашний кинотеатр. Да. Будем смотреть фильмец. Я сейчас сколочу этот ящик. Все. Увидимся с вами в следующем видео. Спасибо за внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши незнайки. Все. До следующего видео. ПОКЕДА! Субтитры сделал DimaTorzok